Я очень польщен тем, что меня пригласили участвовать в этом круглом столе, и я буду говорить, может быть, слишком резко, но я изложу мысли, которые у меня давно уже накопились, и требующие, и требуют выхода. Уже было много сказок. Если сравнить уровень финансирования науки в России с уровнем финансирования в других различных странах, мы увидим чудовищную разницу. Например, в Польше или Венгрии на ученого приходится гораздо в два или в три больше. Ну, цифры все эти известны, а то, как много в науку вкладывается Китай, это все уже просто поразительно. Я хорошо помню те времена, когда китайцы только учениками к нам приезжали, и никакой особой науки там не было, а сейчас это уже мощная научная держава. И вот это все приходится фиксировать следующее. Это с одной стороны. С другой стороны, правительство все время говорит о необходимости развивать науку и новые технологии и так далее. Но слова совершенно расходятся с делом. А реально, реально, на самом деле, правительство не хочет, чтобы в этой стране была наука. Вот это вот печальный вывод, к которому приходится прийти. И тогда выясняют, спрашиваются, почему. Казалось бы, это против всякого здравого смысла. Наука нужна для того, чтобы развивать технологии. Наука нужна, чтобы помогать военной промышленности. Наука нужна, прежде всего, и также, чтобы создать авторитет страны, потому что именно о развитии науки по уровню научных достижений другие страны оценивают, страны оценивают друг друга. И в этом смысле, даже во время Холодной войны, когда было очень жесткое противостояние идеологическое, наука наша всегда высоко ценилась. Вот я, например, знаю, что в Соломорской лаборатории, библиотеке, есть все научные журналы, которые издавались в Советском Союзе, включая самые большие журналы по сельскому хозяйству, например. Потому что они все считаются, являются ценностью. Сегодня же, конечно, к нашей науке отношение такое сожаление. Вот как же плохо людям там. Но тот факт, чтобы здесь было упомянуто уже, что наука все-таки существует, это есть некоторое, на самом деле, чудо. Потому что это стремление заниматься наукой заложено в природе человека. И искусственно задавить это все-таки трудно. Хотя это и делается все для этого. Потому что посмотрите на состояние нынешней молодежи, на состояние аспирантуры. Какие ничтожные деньги платят аспиранты. Как очень трудно вообще пробиться в науке, если, скажем, есть молодая семья, как и получить квартиру. Это непогнаемо трудно. В советское время все это было легко. И вот все-таки, тем самым, все-таки, так ведь, возникает вопрос. Почему так происходит? И ответ на этот вопрос чрезвычайно грустный. Он состоит в том, что это такова структура нашей элиты. Нашего общества сейчас называют весьма обиденными словами. Уже давно было выражение кроникапитализм, то есть капитализм для друзей. Английское выражение – это так назвали нас американцы. Есть выражение такое, что у нас клептократия. То есть власть воров. Ну и, в общем, недавний арест пензенского губернатора показывает это. Есть еще выражение, вот академик Глазьев предложил, назвать нашу страну блатным феодализмом. Я прошу прощения за эти резкие слова, но они звучат всюду, и это уже у всех на умах. Так вот, надо теперь войти в психологию такого клептократа или блатного феодала. Зачем ему наука? Ученые для него – это не только ненужное существо, но и существо страшное и опасное. Потому что ученые привыкли мыслить независимо, и они должны оценивать обстоятельства и делать выводы на основании имеющихся фактов. Дело в том, что одной стороной клептократии является просто клептократия, то есть присвоение богатств незаконным образом, а другой стороной является пропаганда, которая навешивает людям на уши лапшу. Так вот, ученым на уши лапшу навесить трудно, ученые критически все оценивают. И поэтому вот это печальное обстоятельство состоит в том, что я, в принципе, оцениваю нынешнюю ситуацию весьма пессимистически. В каком-то смысле такое ощущение возникает, что мы рассматриваемся сегодняшней элитой как такие классовые враги, которые им просто мешают жить и которых они боятся, потому что есть чего бояться. Вот вспомните историю Сахарова, ведь он получил все, что мог, три звезды, герои и так далее. Казалось бы, он мог жить, почивать на лаврах. Нет, он занялся политической деятельностью. Вот этот пример действительно показывает, что с точки зрения начальства, ученые люди непредсказуемые. А таких людей лучше, чтобы их было поменьше и чтобы держать их нужно в черном теле. Вот. Таков мой печальный вывод исключительно. И что же я предлагаю? Я вовсе не предлагаю ученым бросить науку и заняться общественной деятельностью. Это было бы неправильно, потому что и так задача ученого, дело ученого – заниматься наукой. И нужно в любом ситуации как-то выживать. И что действительно, даже в этих экстремальных условиях у нас делается, производится научное достижение. Вот это вакцины, например, действительно, или полеты, запуски спутников с рентгеновскими телескопами. Но все-таки ученые должны как-то обращать внимание на политику и, по крайней мере, выражать свое мнение. И вот поэтому я призываю всех ученых… Какое же мнение? Вот сегодня я думаю, что единственной политической силой, которая поддерживает открытую науку, является Коммунистическая партия Российской Федерации. Я сам никогда не был членом Коммунистической партии. Вступать в нее мне уже поздно. Но я буду голосовать за коммунистов и буду всех уговаривать, своих ученых, голосовать за коммунистов. Пусть на меня смотрят, как на белого ворона, но, тем не менее, это таково мое принципиальное решение. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Спасибо, Владимир Евгеньевич.